Спортивное питание для набора мышечной массы Какое спортивное питание стимулирует интенсивный рост мышц и как его правильно принимать? Разработайте правильную стратегию приема спортивных добавок и добейтесь максимальных результатов в наборе мышечной массы. Это руководство поможет вам заложить прочный фундамент стратегии приема нутриентов, в которой все продумано до мелочей и оптимизировано для полной реализации полезных свойств продуктов. Для каждого препарата выберем идеальное время приема, способствующее достижению максимального результата. Сывороточный протеин – первый парень на деревне, краеугольный камень любой диеты, легкоусвояемый, удобный и эффективный. Сывороточный протеин является обязательным продуктом для каждого, кто стремится к набору мышечной массы. И именно он станет железобетонным фундаментом нашей стратегии спортивного питания. Препараты протеина незаменимы, когда у вас нет времени на полноценный прием пищи или когда вам нужна дополнительная порция белка, но вы не хотите браться за очередной стейк или куриную грудку. Сывороточный протеин – самый удобный способ наполнить мышцы нутриентами и дать импульс процессам мышечного роста в тот момент, когда они наиболее всего в этом нуждаются. Чтобы в полной мере реализовать потенциал сывороточного протеина, его следует принимать в строго определенное время и в определенной дозировке. 20 грамм утром после пробуждения. После 8 часов ночного сна организм находится в состоянии голодания. Так что после пробуждения вы первым делом должны принять порцию протеинного коктейля. Она выведет вас из катаболического состояния и вернет на путь набора мышечной массы. В этот момент вам нужно, чтобы протеин усвоился максимально быстро. А потому не добавляйте в коктейль ни жиров, ни сложных углеводов, только белок, немного простых сахаров и пару ингредиентов, о которых мы еще поговорим в рамках данного материала. И организм отблагодарит вас за этот приток аминокислот. 20 грамм перед тренировкой. Пришло время в очередной раз поднять содержание аминокислот в плазме крови. Принимая сывороточный протеин перед тренировкой, вы гарантируете стабильный приток аминокислот к мышцам во время тренировочной сессии. Это ускорит начало процессов роста и восстановления. 40 грамм после тренировки. Prime time. Для приема быстрого легкоусвояемого протеина в сочетании с двойной порцией простых углеводов. 80 грамм. Не позже, чем через 30 минут после тренировки. Выпейте этот белково-углеводный коктейль и добавьте в него пару ингредиентов для стимуляции секреции инсулина, который в свою очередь поможет форсировать синтез протеина и транспорт глюкозы и аминокислот к мышечной ткани. Еще один известный и очень эффективный нутриент. В мышечной ткани креатин превращается в креатинфосфат, который является источником энергии для мышечных сокращений во время тренировочной сессии. Препарат креатина гарантирует, что мышца до предела загружена этим энергетическим субстратом. Кроме того, креатин обладает гидротирующим эффектом и притягивает воду к мышечным клеткам, что создает моноболическую среду и способствует синтезу протеина. А для набора массы и роста силовых показателей лучше и желать нельзя. От 3 до 5 грамм перед тренировкой в комбинации с небольшим количеством сложных углеводов и 20 грамм сывороточного протеина. Прием креатина перед тренировочной сессией обеспечивает вам максимальную нагрузку мышц этим нутриентам. От 3 до 5 грамм в пределах 30 минут после тренировки примите коктейль, в котором будет указанная порция креатина, 80 грамм простых сахаров и 40 грамм сывороточного протеина. И вам гарантирует мощный мышечный рост. После тренировочной сессии мышцы отчаянно нуждаются в питательных веществах, так как почему бы нам не дать им эти нутриенты. Секреция инсулина в ответ на приток моносахаридов поможет транспортировать креатин прямиком в мышечную ткань. Второй источник белка в нашем списке – козеин. Относится к медленным протеинам, а потому переваривается в ЖКТ и поступает в кровоток стабильно и непрерывно, питая мышц на протяжении продолжительного периода времени. Если сывороточный протеин мы включили в программу из-за его мгновенной абсорбции, то козеин пригодится в те моменты, когда нам нужен длительный приток нутриентов, например, между основными приемами пищи или когда нет возможности полноценного приема пищи в течение долгого времени. 20 грамм после тренировки. Добавьте 20 грамм козеина в свой посттренировочный коктейль. Сывороточный протеин обеспечит мгновенный приток питательных компонентов к мышечной ткани, в то время как козеин начнет всасываться, когда порция сывороточного протеина уже израсходована. А мышцам для эффективного восстановления по-прежнему нужен приток аминокислот. Кроме того, козеин будет создавать ощущение насыщения, пока вы не доберетесь до полноценного посттренировочного приема пищи. 20 грамм ночью. Поскольку козеин всасывается медленно, вам может быть полезен коктейль, принятый среди ночи, который обеспечит потребности мышц нутриентных. Во время ночного сна организм голодает, и этот голод переводит обмен веществ в катаболическое состояние. Прием козеина через 3-4 часа после отхода ко сну гарантирует вам непрерывный набор мышечной массы. Да, придется поставить бузильник, но причина у вас для этого более чем веская. Глютамин можно назвать долгосрочной инвестицией. Он не обладает таким выраженным действием, как кариатин. Зато глютамин дает вам массу невидимых невооруженным глазом преимуществ. Будучи одной из наиболее распространенных в организме аминокислот, глютамин содействует восстановлению, участвуя в процессах восполнения запасов гликогена в мощных клетках после тренировочной сессии, усиливая секрецию гормона роста и укрепляет иммунную систему, что позволяет вам оставаться здоровым и полным сил. Кроме того, глютамин отодвигает порог усталости во время тренинга, благодаря чему вы сможете увеличивать продолжительность и интенсивность тренировочных сессий. Пищеварительная система так сильно нуждается в глютамине, что дефицит нутриента восполняется за счет распада мышечной ткани. Как видим, необходимость приема глютамина очевидна. От 7 до 10 грамм утром, сразу после пробуждения, первую порцию следует принять вместе с коктейлем из сывороточного протеина, о котором я уже ранее рассказывал. Коктейль должен всасываться быстро, чтобы организм вышел из катаболического состояния после ночного сна. От 7 до 10 грамм перед тренировкой. Вторая порция поможет тренироваться дольше и повышает интенсивность тренировок. От 7 до 10 грамм после тренировки. Прием глютамина после тренинга поможет восполнить запасы гликогена, переведет организм в желанное анаболическое состояние и даст мощный импульс начала восстановительных процессов. От 7 до 10 грамм за 30-60 минут перед сном. Еще одна прекрасная возможность защитить мышечную ткань, добытую потом и кровью, во время ночного сна. Глютамин вместе с небольшой порцией казеинного коктейля поможет избежать ночного кошмара под названием катаболизм. Во время интенсивного тренинга БЦА, лицин, изолицин и валин выступают в роли альтернативного источника энергии и предупреждают использование в качестве топлива мышц, заработанных таким тяжелым трудом. Другие периоды БЦА стимулируют синтез протеины и отражают атаки кортизола, главного катаболического гормона. От 5 до 10 грамм утром, тот час после пробуждения, вы должны начинать свой день с БЦА. Ведь это еще одно смертельное оружие для борьбы с катаболизмом, который атакует организм под покровом ночи. БЦА мгновенно наполняют организм энергией, в то время как глютамин и сыворочный протеин отправляются прямиком в мышечную ткань. От 5 до 10 грамм порция БЦА перед тренировкой зарядит организм энергией, защитит мышечную ткань и поможет вам оставаться в анаболическом состоянии для интенсивного мышечного роста. От 5 до 10 грамм после тренировки третья порция простимулирует синтез протеина и остановит секрецию катаболического гормона кортизола, который провоцирует распад мышечной ткани и снижает анаболическое действие тестостерона на мышечный рост. Будучи непосредственным предшественником окситоазота, аргинин является мощнейшей добавкой и обладает множеством полезных свойств. Расширяя кровеносные сосуды, аргинин увеличивает приток крови в мышечной ткани и способствует доставке к мышцам питательных веществ, аминокислоты и глюкоза, и анаболических гормонов, таких как самотропин, тестостерон и инсулиноподобный фактор роста. Кроме того, за счет увеличения гидротации мышечных клеток происходит стимуляция синтеза протеина, которая в свою очередь становится фундаментом для эффективного набора мышечной массы. От 2 до 3 грамм утром, сразу после пробуждения, аргинин расширит ваши кровеносные сосуды и поможет доставить питательные элементы в мышечную ткань. От 2 до 3 грамм перед тренировкой порция аргинина поднимет секрецию гормона роста перед тренировочной сессией. От 2 до 3 грамм за 30-60 минут до отхода ко сну. Удачный момент для того, чтобы извлечь максимум из ночного пика секреции гормона роста, поскольку аргинин потенциирует действие самотропина. Тестостероновый бустер способствует синтезу тестостерона из холестерина в яичках. Кроме того, он обладает способностью улучшать нервно-мышечную проводимость и увеличивает силу мышечных сокращений во время тренировочной сессии. Если вы нуждаетесь в дополнительном притоке силы и энергии перед тренировкой, тестостероновый бустер станет идеальным выбором. 250-500 мг перед тренировкой дайте дополнительный импульс секреции тестостерона перед визитом в тренажерный зал. ЗМА – это комбинация магния, цинка и витамина В6. Способствует повышению секреции и тестостерона. Цинк дает мощнейший импульс процессом регенерации, а магний успокаивает нервную систему и помогает вам настроиться на отдых и восстановление. А чем крепче вы спите по ночам, тем больше времени для роста получает наш организм. За 30-60 минут перед сном 30 мг цинка, 450 мг магния и 11 мг витамина В6. Антиоксиданты помогают очистить организм от свободных радикалов, которые образуют во время действия стресс-факторов, к которым относится интенсивный тренинг. Чтобы эффективнее бороться с вредоносными свободными радикалами и поддерживать анаболическое состояние, имеет смысл принимать препараты, содержащие витамины С и Е. 50 мг витамина С во время посттренировочного приема пищи. Витамин С укрепляет суставы и стимулирует работу иммунной системы. Витамин Е уменьшает повреждения мышечных клеток, ускоряет восстановление. Этот антиоксидант также важен для здоровья кожи, укрепляет ногти и волосы. Не забывайте о полноценном и сбалансированном питании, без которого ни один препарат не спасет от катаболического кошмара. И вы окажетесь на пути, который в кратчайшие сроки приведет вас к небывалому мышечному росту. Подравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. Всем мир! Субтитры сделал DimaTorzok